Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня с вами я работаю, Ирина Чекунова. А в гостях у меня Александр Александрович Забенков, житель села Михайловска. Теперь уже просто гражданин России, да, можно, Саша, сказать? Здравствуйте. Марина Владимировна Соловьева, супруга Александра. Здравствуйте, Марин. И Галина Васильевна Иванцова, заместитель заведующего филиалом номер 10 Тверской областной коллегии адвокатов, член совета Тверской областной палаты адвокатов. Галина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, нас объединил, к сожалению, наверное, потому что все-таки произошла трагедия, объединил трагический случай, который обсуждала не только Тверская губерния, обсуждала вся страна, и вы вот так вот втроем, наверное, за эти полтора года, вы вместе, наверное, полтора года уже в чем-то стали семьей, да, близкими людьми, да? Галина Васильевна для меня как мать. Потому что, Галина Васильевна, когда адвокат берется за дело, то он проникает, наверное, во все затаенные уголки этой семьи, чтобы быть в курсе. Безусловно. Адвокат, он тоже как психолог еще к тому же. Понимаете, он лечит души тех, которых защищает, узнает эти души, помогает как бы раскрыть все. Вы поверили сразу, у вас стаж более 40 лет, вы опытнейший человек. Вы всегда верите, ведь могут же обманывать или показать, какой я хороший, какой я красивый, и я ничего не совершал. Как это часто бывает, вот часто посещаю колонии, многие мне говорят, из сидельцев так назовем, что я чист, у меня ничего нет. Ну, в данной ситуации это дело просто исключения. И человек, Зубинков Александр, просто для меня был как исключение. Я верила, и это действительно так, и я думаю, что не случайно ему поверил суд, что он от начала до конца действовал правильно и говорил об этом потом правду. Ситуация, в которой мы сегодня встретились, на мой взгляд, она вот в чем-то даже сюрреалистична. Всего несколько дней назад, да? Александр, вы находились на скамье подсудимых. И к чему готовились? Вы вот мне говорили, что вы готовились уже чуть ли не к пожизненному. Ну, я не то что готовился, я думал, что прокуратура будет запрашивать не 18 лет лишения свободы, как было в суде, а почему-то в моих глазах было, что будут запрашивать пожизненное лишение свободы, потому что обвиняли меня в умышленном убийстве двух и более лиц. Датная статья подразумевает пожизненное лишение. Я почему-то думал, если так все это идет, возможно, так и будут запрашивать. То есть вы были к этому готовы, да? Как вот морально быть вот в таком состоянии? Ну, не знаю, как сказать, как я готов был к этому состоянию, но все происходящее я расценивал, для меня это так же тяжело, но я всегда благодарил Бога, что все это делал, защищая свою семью. И был рад, что с моим ребенком все в порядке, с моей семьей все хорошо, когда они меня все это время ждали и поддерживали всячески. И Галина Васильевна также помогала. То есть для себя я решил, что какой бы исход ни был, что с семьей все в порядке, это я сделал не ради какого-то умысла, я просто защищался, и все это было сделано, защищая свою семью. Марин, я вас встречала часто у здания суда, вы приходили вместе с жителями села Михайловское, да? Защитников было много, вернее, тех, кто хотел поддержать, наверное, Александра. Ну, многие, естественно, не могли каждый раз там стоять, нас поддерживать, потому что у всех в своей жизни, работы, проблемы. Но кто мог прийти, все приходили. Вы это верили? Я верила. Вы верили чисто вот так вот, или вот как где-то на задний план отложили эту веру? Нет, я не то, что даже верила, я не могла поверить, что то, что ему в меня, это вот это правда. Я вот в это отказывалась верить. И поэтому, отказавшись от той веры, я верила в победу. Вообще вот эта вот вера, Галина Васильевна, она важна для ваших клиентов, назовем так, тех, кто нуждается в помощи адвоката, что нужно верить. И вы часто учите, какие слова говорить. Здесь-то Саша говорил всегда, да, что я умышленно не убивал, да? Это были его слова. И он всегда, с самого первого дня, он говорил, я защищал себя и свою семью. Да, безусловно. Я вступила в дело не с самого начала расследования дела. И мне, вы знаете, в этом аспекте хотелось бы, знаете, что вспомнить? Вот когда-то в нашей Тверской коллегии адвокатов работал Марк Сокчокунь. И он нас учил и говорил, что вот адвокат – это как отдел ОТК, отдел технического контроля. Само присутствие адвоката обеспечивает со стороны правоохранительных органов, которые начинают расследовать дело, да, и в суде в том числе, обеспечивать право на защиту, чтобы это было обеспечено. Само присутствие адвоката как отдел технического контроля. Но это не относительно нашего дела. Потому что относительно нашего дела присутствие адвокатов оказалось недостаточным. Поэтому, когда я вступила в дело, здесь, в общем-то, началась борьба за Сашина права, за его защиту, за правильную позицию, которую выбрали неправильные органы следствия. Изначально пошли по другому пути. Выбрали одну версию, что это умышленное убийство. И они не обращали внимания на его показания, не веря ему или по другим каким-то причинам. Но они не считали необходимым разрабатывать другие версии, которые были очевидны на лицо не только из его показаний, не только из его сообщения. И я первого в милицию, когда он позвонил... Саш, сам позвонил в милицию? Да, безусловно. Да, он позвонил в милицию и скорую помощь, чтобы оказать лицам помощь, в результате чего он их поранил. Потому что он их поранил. И он хотел, чтобы им помогли. Для него они оставались живыми. Они покидали, убегали с территории его земельного участка. То есть они вышли сами за эту злополучную калитку, в которую они вошли, да? Да. Вы не видели. Вы тогда сказали сами, что вот у меня в репортаже патрульной службы, что вот когда я открыл калитку, во-первых, было темно, да? Вы видели, что лежит незнакомый человек. В каком состоянии он лежит? Вы же не подумали, что он мертвый лежит? Когда я увидел мужчину, который лежит за калиткой, я сразу для себя понял, что ему нужна медицинская помощь. И сопоставляя картинку, которая произошла до этого, осознав, что я применил нож, я не задумываюсь. Позвонил сначала по номеру 003, вызов не прошел. Я сразу позвонил службу 112, и через службу 112 вызвал скорую помощь и правоохранительные органы. Уважаемые друзья, прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире. Сегодня вновь говорим о трагедии в селе Михайловское. У нас в гостях Александр Забинков, его супруга Марина Соловьева, и Галина Иванцова, адвокат, человек, который защищал интересы Александра в суде. Галина Васильевна, у вас стаж адвокатской работы более 40 лет. Случалось ли за этот огромный промежуток, находясь в профессии, защищать человека с подобной статьей, которая сейчас необходима самооборона? Та статья, которая менялась вначале, это умышленное убийство. Это понятно, да? Наверное, таких дел великое множество. Мы с вами разговаривали в суде, встречались, вы давали интервью для патрульной службы, и вы постоянно говорили, что ваша задача оправдать человека. В данной ситуации, да. Вы сами видели, я говорю, да, да, это оправдать. Многие на это рассчитывали, но, знаете, мы от того верим. Надежда умирает последней. Я всегда надеялась, что нас хоть кто-нибудь, когда-нибудь с Сашей услышит. Не услышало следствие, не услышала прокуратура. Мы надеялись на то, что нас услышит суд. Причем мы не случайно пошли к профессиональным судьям, а не избрали суд присяжных. Вот, кстати, вот этот вопрос вот такой вот. Потому что народ, народ, его поддерживал изначально. В лице всех жителей села Михайловское, в лице тех, кто читал прессу, отзывались. Все отзывы, все были на Сашиной стороне. Его морально поддерживали. И в данной ситуации суд присяжных – это народ, который, в общем-то, сомнений не было. Я думала, что его обязательно оправдают. Но, вы понимаете, вопрос стоял юридического плана. То есть здесь вопрос о том, все-таки, да, он защищался, и народ этот поймет, он защищался. Но вопрос правового характера. Превысил он эти пределы защиты или не превысил? Для народа это тяжело. Это для профессора, для профессионала судьи. Поэтому мы пошли к профессионалу. И нам повезло в том плане, что в высокой степени профессионализма наш судья услышал нас и вынес, я считаю, законный, справедливый приговор. И он, в общем-то, настолько серьезно подошел к этой ситуации, поскольку мы возвращались к судебному следствию трижды. Вот это у меня было впервые в практике. Трижды, потому что прения были три раза. Два раза последнее слово, говорил Саша. Потому что, чтобы устранить все противоречия, чтобы все сомнения уже не отсутствовали, чтобы все права участников процесса, в том числе Сашина, были соблюдены, потому что Саша сначала предоставил мне право участвовать в прениях, а сам хотел говорить только последнее слово, доверяя мне эту функцию. Но, когда мы возобновились снова, и после этого Саша выразил желание и в прениях участвовать, суд предоставил право всем. То есть, исполнены были все процессуальные нормы при рассмотрении дела, законные. Все было сделано, И я считаю, что вот этот приговор, он будет служить, наверное, и другим судьям, примером. Не только тем людям, которые могут оказаться в такой ситуации. Но, я считаю, это образец. Вот, вы знаете, очень много вопросов возникает от многих жителей, скажем так, всей нашей страны. Каким образом можно себя защитить? Как? Как обезопасить свое жилье? Как обезопасить свою жизнь? Здесь-то речь шла уже о жизни людей. Вот правильно вы, ребята, говорили, да? Что да, если бы не они, то кто-нибудь из вас. А может быть и ваша дочь. Просто ситуация сложилась так, что мы увидели все это с этой стороны, что трое человек лишились жизни. Для меня это просто чудо, что я сумел увернуться от ударов со своим ребенком на руках. И для меня, я когда думаю об этом, мне становится страшно, что бы было, если бы он попал по ребенку вот этим метровым черенком. Ситуация была кардинально другая. И такой палкой огромный. Достаточно лишь одного удара, чтобы человека убить. В моих глазах меня убивали. Я испугался и думал, что нас всех убьют. Я видела, я заходила вот к вам придомовую территорию, где это все происходило. Напомним, это было в мае, начало мая, 20-й год, это прошлый год. Полтора года практически вы просидели. През десяти дней. Да, и вот буквально на этой неделе первый раз зашли домой после такого долгого перерыва. Это же вообще, я, например, не представляю. Но об этом поговорим попозже. Это был май, отмечали, Марин, ваш день рождения. Да, у меня день рождения. Ну, вот как это было майский день. Раскинули шатер, здесь же детская площадка, да? Да, мы батут. Пришли одни друзья с семьями тоже. Двое. Две пары были просто... Да, были друзья. Да, раньше ушли... Ну, одна пара ушла раньше, ну, там, за час до происшествия. И слава богу, потому что одна из них была беременна как раз супруга. Если бы она еще, не дай бог, как Катя попала под удары вот этих вот людей. Я посмотрела, территория-то маленькая. Там, мягко говоря, развернуться-то негде. Все это произошло... Еще вот этот сарай посередине, вот эта вот картинка, кто там бегает, кто здесь бегает. А еще темно, да, было? Это же были сумерки. 21 час, 8 минут, то есть уже вечер, 2 мая в это время уже... Смеркалось. Если пускай не темно, то... Ну, достаточно так, не светло. И мы сейчас разговариваем, и кажется, что это все так происходило долго-долго. На самом деле, все это произошло в течение двух минут. Двух минут, да. Я очень удивилась. Вот, Галина Васильевна, вот так вот я слушаю, ребят, сама вот на этом месте побывала, думаю, а вот как бы я поступила в эту ситуацию. Вот как советует Борис Самуилович Райкать, когда давал интервью для патрульной службы, мне запомнились его слова, не надо убегать. Когда к вам, когда к вам врываются в дом или врываются на территорию, если у меня, допустим, 2 гектара земельный участок, огороженный забором, я что должна по периметру как коза бегать от тех, кто за мной бежит с пистолетом или с палкой, от этих людей, вот он сказал, не надо убегать. В разных местах же все равно все, куда разбежался. Один ребенок вообще на баню спрятался, потом в какой-то момент выскочил, когда Саша его схватила, вот эту вторую девочку, Вику, которую он в конце-то концов закинул в эту, а Вероника находилась у меня на руках, он даже перепутал, что он не своего ребенка закинул, а Вику выскакивает с этого крыльца. Он ее на терраску, ну, вы видели, какая мастераста, вот он ее туда закинул, сам спрыгнул, и тут опять его ребенок у меня на руках. Ну, изначально мотив, да. Или, по всему, этот Васильев-то, он же тоже... Он лежал, он лежал в дрове. Саша, скажем, это дружище Саша, да, который потом нам тоже в патрульной службе дал интервью, живой, здоровый, слава богу, но они-то вот правильно, правильно Борисович сказал, они думали, что они его убили. Да, но они же его преследовали, и ударом они его по голове палкой уронили и били лежачего. То есть, они же преследовали по участку, в том ограниченном пространстве, куда некуда убежать, да, он побежал к дому, Саша спрятался за вот это вот устройство для чистки ковров, железную трубу. Они его преследовали, догнали двое, ударили палкой по голове, разбив голову, он упал. В нескольких местах. В нескольких местах. Они его продолжали избивать. И в тот момент, когда вот Саша, выпустив дочку, дочку побежала к маме, ну, куда бежать, если папа выпустил, папа потому что схватил ножки, боялся, что дальше там будет. Сюда, а здесь, оказывается, опять та же ситуация. Этот уже лежит убитый без сознания. Для него он убитый без сознания. Кровь. Я больше десяти вёдер вылила, чтобы это всё смыть, чтобы мне с ребёнком выйти погулять с утра. Это просто было страшно. У меня баня вся была в крови, как его там отмывали. Вот Миша, ну, первую помощь, в баню делали, там обмывали его, обвязывали, бинтовали голову. Там, как будто у меня поросёнка зарезали. Ну, вот Ваше, вот Вы знакомы с делом, и когда потом глубоко уже вошли в эту ситуацию, Галина Васильевна, понятно было, что эти люди бы не осуществляли, что они с целью конкретной пришли? Да, безусловно. То есть они заранее приготовили орудия в качестве оружия для применения. У них уже был настрой умысел на расправу. У них была неприязнь к обидчикам мамы, о чём они узнали от неё по телефону. То есть они ехали целенаправленно совершать общественно опасное посягательство. То есть применить насилие, расправиться с обидчиками. Что они и сделали. И причём это было сделано так, скоротечно, что эти вот около двух минут, это же время, когда они вышли из машины, забежали, всё произошло, прибежали, сели в машину. И когда она завелась, и они уже поехали. То есть для Саши оставалось из этих двух минут для принятия какого-то адекватного решения доли секунды. То есть жизнь ему не предоставила возможности оценить и понять, и как он мог предугадать, чем это всё закончится, когда уже для одного закончилось, для Васильева. Что дальше? То есть нужно, вот это единственный возможный способ данной ситуации пресечь это отражение, нападение. Потому что крики, когда просили. Крики, всё это стоял крик, наверное, пламя детки. У меня ребёнок описывался на руках, вот пока я вот это всё держала, я кричала, я хрипла, у меня голос восстанавливался неделю. Ну, я вот так вот я разговаривала, я не могу вообще разговаривать. Я кричала так, я его сорвала, чтобы они только остановились. Их ничто не остановилось. Ничего. Нож вы где взяли? Нож, который вот лежал на столе, а вот вы сидели, когда мирно праздновали, да? Да, нож лежал на столе, там кто-то мясо им резал, кто-то овощи резал. Обычно из столовой шашлык проверить там, готов, не готов. Никто специально ничего не пресекал, он как был на этом столе, он так и... Но вы от них отбивались, да? То есть вы не нападали, как это было-то? Я... Или вы плохо это помните? Или вы сейчас уже в картинках встанут? Это как бы осознанное восприятие этого начало происходить, когда я увидел у себя в руке сломанную рукоятку от ножа. Я не помню конкретно, как происходило, как я наносил эти удары. Для меня это... Он увидел Мишу вот в крови, и я стою с ребенком, и все. И все в крови с ребенком, и все избивают. Вот это куча мала, просто была куча мала. И я знал, что на тот момент им все равно кого бить, потому что вот до вот этого момента меня избивали, несмотря на то, что у меня был ребенок на руках. Просто били с ребенком, и по счастливому стечению обстоятельств я оказался между нападавшим, и мной оказалось приспособление для сушки ковров. Так вот, как вы показывали. Да, если бы не это приспособление, сто процентов он бы попал и по моей голове, и по ребенку попал, который находился у меня на руках, и в моих глазах нас всех убивали. Давайте напомним нашим радиослушателям, телезрителям, те, может быть, кто не знает, что из-за чего все началось-то. Может быть, некоторые думают, что вот заслужили, громко песни пели, ходили там, три баяна порвали. Как вы праздновали день рождения? Как бы здесь не то, что у нас акцент был направлен на день рождения. Началась весна, первые теплые дни мы пригласили две семейные пары, мы надули батут, играли с детьми, музыка. 27 апреля у меня был день рождения, и мы перенесли его на выходной день. И надули батут, у нас большой батут есть надувной, мы надули батут, с детьми играли в мячик, все. У нас музыка играла с телефона. У нас нету никаких там, ни колонок, ничего. Мы слушали телефон. И то, у меня Саша просто не любитель там никаких музык. Мы какие-то такие тихие, наоборот, соседи. У нас вот рядом дом построили недавно, они живут с нами лет пять, наверное, соседи. Побольше. И они вот до того, мы с ними практически не общались, но они как это узнали, они сразу же пришли ко мне. Ну, не пришли, а там увиделись где-то на улице. И постоянно, ну, поддержку какую-то тоже вот оказывали моральную, хотя близко мы с ними никогда не общались. Ну, вот то, что Саша мне говорил, то, что у вас отношения в селе, село Михайловское, Калининского района, мы всегда пойдем. родственные отношения. Да, я говорю, вот с такими соседями настолько теплые отношения были, и по большому счету и родственников не надо. Всегда, если что-то помочь, либо кому-то надо помочь. А, он, баня у кого-то горит, он первый на пожаре, у кого-то там чего-то случилось, он первый бежит, везде первый. Тут же дело, вот я даже для себя, вот у себя в документах писала, когда репортажи, первоначально у меня называлось, вот даже сейчас, козы. Но первоначально причиной для этого, такой вот официальной, стали козы соседские, которые паслись на поле за вашим участком. Да, с собой, когда Михаил со своей супругой пришли к нам, с ними была маленькая собачка, порода Вектор Яр, гладкошерстная, такая небольшая, чуть больше такса. Когда мы выходили через заднюю калитку, справить нужду, вот в один из таких выходов, собачка это выбежала, полаяла на этих коз. Собака команды знает, Михаил ее сразу позвал, она вернулась обратно. Ни одну из коз она не укусила. Не то, что не укусила, она даже не дотронулась ни одной из коз, и по размерам она меньше, чем эти козы. То есть она им физически не могла. Ну просто по инстинкту, как, что собака делать, полаяла, и все, и мы ее загнали. И через какое-то время, вот, ну, может быть, полчаса спустя, может, меньше, ну, как бы не засекали. Приходит, а у нас забор из профлиста, приходит она, соседка наша, по забору бум-бум-бум, кто-то, ну, мы испугались, даже очень сильно, с грохотом она пришла. Пошли открывать Саша и Миша калитку. Ну, мы думали, вообще, может быть, кто-то там, непонятные люди, что с таким грохотом пришли. Открыли, стоит Светлана Борисовна, и начинает кричать, вы зачем на моих коз собаку натравливаете? Ну, как мы натравливаем, если собака во дворе, от вашей козы на поле? Как мы натравливаем? То, что собака по инстинкту туда сбегала и налаяла, это не значит, что их натравливают. Собаку зовут Асаб, может быть, ей послышалось, что натравливая Асаб, как-то созвучно. Асаб, может, ей показалось. Вот, а она копалась в огороде, сама Светлана Борисовна. Вот пришла ругаться, моя коза 25 тысяч стоит, да, что вы думаете, у меня заступников нет, да, и все в таком на повышенных тонах она вот кричала. Мы девочками, там Валерия была, сестра Саши, вот еще Александра оставалась беременная, а я, мы сидели с детьми за столом Екатерина. Мы не выходили, ничего. Саша сразу же вернулся после ее слов, он даже не стал ее слушать, у него там мясо жарилось на мангале, он пошел, продолжил жарить мясо. Миша остался с ней, как вот она утверждает, что был разговор у нее с сыном, и она передала трубку Миши, который Миша уже оскорбил Васю каким-то нехорошими там словами. Василий это сын, да? Да, да, оскорбил Миша Василия. И только поэтому он приехал, не потому что мама пожаловалась, ну она так утверждает теперь, а именно потому что оскорбил Миша Васю. После вот этого звонка, да, и приехали незваные люди, незваные гости. Спустя три часа. Три часа прошло уже. Отдевались до нас три часа. А из другого региона, из Московской области. По пути еще заезжали в Солнечногорск, забрали там еще одного своего друга Ордынского. Сколько всего человек было? Еще четверо? Было четверо. Еще одному он звонил, хотел так же с собой взять, но тот по семейным обстоятельствам не смог с ним поехать. У вас мужчин было двое? На тот момент, как они пришли, да, двое было у нас. То есть четверо против двоих, да? Да. И они уже были с черенками от лопат. Вам первоначально показалось, что это битая? Да, в моих глазах это была бейсбольная бита. Я ее воспринимал, как бейсбольную биту. А на тот момент... Так, а мне так и кажется, что она была. Она была, потому что Светлана Борисовна, после вот как вот это все произошло, она пришла же сразу, пришла через переднюю калитку, хотя у нее в ее показаниях совершенно другое, она пришла в переднюю калитку с козленочком, говорит, где мой сын? Такое ощущение, что она вообще не знала, что здесь произошло, потому что она могла наблюдать за нами через там забор и просвечивается, все хорошо видно. Где мой сын? Потом начала искать почему-то четвертого, куда вы закопали четвертого, вот ее слова. Она над сыном, она сходила к сыну, вернулась обратно сюда, все по полю шарила, шарила, и я подозреваю ее в укрытии и его как раз вот этой биты. Но это мы сейчас можем, давайте говорить о том, что свершилось уже, тут можно все, что угодно, и так уже столько времени и столько всего перелопачено. Кстати, Александр, подтвердено то, что проходило в средствах массовой информации о том, что вы были нетрезвы, но есть официальный документ, где говорится, что вы не находились в состоянии алкогольного пьяни. Где я находил? Изначально была справка, которая говорила, установлено опьянение по клиническим признакам, блеск в глазах, покрасневшее лицо, несвязанная речь, и что более подробные данные будут известны после получения химико-токсилогической экспертизы. Эту справку брала Галина Васильевна, сама забирала с наркологического центра, который на Королева, и данная справка говорит о следующем... Ничего в его крови и мочи не содержится. Я помню, сколько было? 0,13, по правилам это позволяет управлять мотоциклом и машиной. Ну, вот эти 0,13, я уже изучила в этом плане все и признаки даже клинического опьянения, как они написали, которые, в общем-то, характеризуют и другие признаки состояния после шока, как бы замешательства, состояния даже аффекта. Понимаете, почему его они отправляли на экспертизу, хотели, так сказать, посмотреть, но не установили заключение экспертов, потому что он не отрицал, что он употреблял спиртное немного, но днем на дни рождения. Но на момент, если как бы погибшие, да, употребляли спиртное, они утверждали днем и немного, но их освидетельствование трупов показало, что у одного Петрова была сильная степень опьянения, у второго Рдынского была средняя степень опьянения, и Турач Магомедов, он не выпивал на стройке, видимо, может быть, ему не досталось или не успел, когда они уже поехали сюда по звонку матери, но по сопутствующим заболеваниям, когда я изучила его заключение медицинское освидетельствование, там видно, что у него все внутренние органы изменены по алкогольному типу. А вообще, Гальна Сильевна, состояние алкогольного опьянения, вот то, что менялось, это отекчающее? Безусловно, они так и писали, понимаете, они не приобщили, я думаю, что, ну, это было сделано, как бы, может быть, и специально, зачем приобщать акты свидетельствования, когда есть первоначальная справка, которая говорит, вот признаки алкогольного опьянения есть и есть, давайте будем это как отекчающее обстоятельство учитывать. Но, хорошо, что мы, как бы, сумели вот это предоставить уже в судебное заседание, и суд, безусловно, как бы, давал оценку всем доказательствам совокупности, всем, и с учетом того, что это было с их стороны преступное посягательство, это было нападение, это было численное превосходство, быстрота, неожиданность, соответственно, орудие, которое применялось, оно было у них не одно, а у нас было, он был один уже на тот момент и с одним оружием в руках, да, я думаю, что суд вот в этом плане совершенно правильно применил закон, статью 37, потому что закон позволяет, и Конституция 35-я, и 45-я статьи говорит о том, что каждый имеет право на защиту, на жизнь, на самооборону, и безусловно, не надо никуда убегать, или там, если возможность обращаться в полицию или к каким-то органам, или за защитой к другим лицам, человек имеет право защищать себя, имеет право, это неотъемлемое право, а инстинкт самосохранения при этом присущ каждому живому, когда на тебя нападают, ты хочешь, не хочешь, ты должен защищаться, это инстинкт, который свойствен всем живым, поэтому в данной ситуации суд оценил все в совокупности, с учетом требований закона, пришел к правильному выводу, это действия, они умышленные, но они не преступные, они носили правомерный характер, почему и вынес приговор за отсутствие его действия состава преступления, уголовно наказуемого преступления, потому что 37-е говорит, все эти действия, которые совершил в частности Саша, они описаны, первая, вторая, два, один, третья часть, расписывает всю ситуацию, пожалуйста, положи ее на нашу ситуацию, там написано, что эти действия, они не признаются преступлением, не являются, если они были совершены вот в тех условиях и при таких обстоятельствах, которые сложились 2 мая и в которых оказался Саша. Вы, Саша, когда мы с вами разговаривали, вы очень часто обращались вот в нашу беседу к уголовному кодексу, вы там зря времени, скажем так, не теряли, да, когда находились следственного зарятора. Да, то есть, видел других заключенных, как с ними работают адвокаты, к сожалению, некоторые не совсем хорошо работают, и я решил для себя, обладая большим количеством времени, почитать и изучить закон, чем непосредственно на протяжении всего этого времени занимался. Периодически читал, изучал уголовно-процессуальный кодекс, там, с комментариями, у меня книги были большие такие. Это уже как бы, это уже стало, станет домашней библиотечкой сейчас, наверное, да, эта литература. Надеюсь, что больше не пригодится в жизни. Домой, если честно, я ее заносить не хочу. Не пригодится, но я вчера в телефон закачал приложение уголовно-процессуальный кодекс, там, юриспруденция. Вы не юрист, кстати, по образованию? программист. Программист, да? Как сработает, что сейчас? Вот, конечно же, еще впереди у нас приговор законную силу не вступил, да? Должна быть, есть время на апелляционные жалобы. По вашему, Галина Васильевна, будут писать апелляцию? Ну, вы знаете, в силу того, что прокуратура, безусловно, просила иной состав, иную меру пресечения, признать его виноватым, по умышленному убийству, такой из рук, конечно, они будут апелляционное представление. Я не сомневаюсь, писать потерпевшая, выразив сначала желание перед корреспондентами в суде, услышав приговор, что она не будет обжаловать, что отдает все это, как бы бог Саша судья. Но, впоследствии, она как показания, так и мнение свое меняет, я думаю, очень часто. По крайней мере, со стороны ее представителя по защите ее интересов, я услышала, что она будет писать, обязательно жалобу. Впереди очередная, ждет вас очередная битва, или там уже будет нечто по-другому в вышестоящем суде. Но точно так же будет представлена и сторона государственного обвинения, и сторона защиты, да? Безусловно. И мы будем писать возражения, мы будем отстаивать этот приговор, потому что этот приговор должен быть примером всем на будущее, что так никто, задумавшись ехать незваными гостями, поступать не должен. Это принципиальный вопрос. Это очень. Вот этот случай, Саша, он просто служит примером. Пусть задумаются все те, кто собираются совершать подобные действия и ехать с преступными намерениями, совершать общественно опасное посягательство, потому что пришли к нам с мечом, как сказал, да, Александр Минский, отмечай и погибнем. Да, и погибнете. И для решения таких вопросов у нас есть сотрудники полиции, правоохранительные органы, если, я считаю, что люди не должны сами ехать, что-то решать, разбираться, если ты видишь, что люди поступают неправильно, позвони в полицию, приедут люди, приедет участковый, специально квалифицированный человек. Да, Саша, а вот здесь вот еще Галина Васильевна правильно сказала, что вызвать можно было бы сотрудников полиции, если бы вот не тот скоротечный случай, который произошел в Михайловском, две минуты. Это же никто приехать, к сожалению, не успеет с областной столицы у нас, ехать до Михайловского, даже пусть это выходной день, пусть дороги посвободнее, все равно это нужно минимум 15-20 минут, даже с сиренами лететь. А здесь все решалось-то либо вы, либо они. Так, там даже вот я на тот момент, когда они ворвались в калитку, они меня отшвырнули, у меня телефон был в бане. Я побежала в баню за телефоном, я хотела вызывать полицию. И выскакиваю с этим телефоном в руке, и Вероника тут бежит, кричит, мам, я ее хватаю, вот уже от Саши. и там не до этого, не до какого вызова, ну вот, что вызвать надо. Я вроде, первая мысль была вызвать, но я не успела. Сестра Чабина, она сотрудник полиции, она работает в управлении внутренних дел. И она, кричала, я сотрудник полиции, вы что делаете, когда она стояла, убирала посуду со стола, незваные гости побежали на ее глазах за Сашей с ребенком на руках двое, и двое туда побежали за Василием. Она говорит, я сотрудник полиции, крича ей, что я сотрудник полиции, насколько растерялась, испугалась, что не могла даже, ну, набрать телефон, который у меня был, чтобы вызвать полицию. И им было все равно, кто она, сотрудник, не сотрудник. Да, они молча, они просто молча делали свое дело. Складывалось такое вот ощущение, что они это вообще не в первый раз делали. И чтобы как-то вот это их поведение передать, он, Петров был их начальником, это люди, которые с ним приехали, и он и подчиненный. И сам он является участником боевых действий в Югославии, раньше состоял на учете в детской комнате милиции. И настолько агрессивные действия были, на самом деле, это была агрессия. Кстати, Галина Асеновна, как вы думаете, вы говорили, что вам поступал ряд звонков, в том числе из Москвы, от вашего адвокатского сообщества, потому что это нетипичный случай, и здесь, конечно, во многом ваше заслуга. Ну, конечно, может быть, я хочу сказать, что все-таки суд пришел к такому выводу, он выносит приговор. Я, мы рады и довольны тем, что он у нас услышал, но, безусловно, как бы, та вот профессиональная работа, долгая, да, на следствии и в суде, безусловно, как бы, я положила много усилий, времени, читала законы, постановления пленом, Саша его знаком. Все это было оценено нашим сообществом. То есть, Резник мне написал сообщение обязательно в лице председателя нашей палаты Севастьянова. Все коллеги, количество у нас много, я многих уже как бы, и не знаю, молодежь работает, ну, все-все писали, поздравляли с победой, ну, даже сама Федяева, вы знаете, от, как бы, противной стороны, это так, не знаю, да, она подошла ко мне после приговора и сказала, Галина Васильевна, я вас поздравляю, это только ваша заслуга. То есть, как бы, похвалила тоже, оценила, поняла. Мне так хотелось, ну, как бы, надеяться, что она поняла, что она здесь не последнюю скрипку сыграла, что есть определенная ее доля вины, она моральное удовлетворение получила. Полтора года Саша сидел, пока разбирались с этим случаем. Уважаемые друзья, мне очень хочется, чтобы вот на этом случае, чтобы не было больше таких трагедий у нас на Тверской земле, потому что, чтобы хоть кто-то, если кто-то с дурными намерениями, чтобы он вспомнил, что такое было и что у права найдется, да? И чтобы никто не пострадал, потому что здесь вот так, вот здесь по счастливой случайности в семье-то, в вашей среде друзей, никто не пострадал. А ведь могло жопать все по-другому. Да, безусловно. Да, и не хотелось бы, чтобы кто-то когда-то оказался в такой ситуации, в которой оказалась моя семья, и пройти то испытание, которое мы все прошли. И хотелось бы поблагодарить всех, кто был небезразличен к этой ситуации. И хотелось сказать, как бы вот в судопроизводстве есть две стороны, это обвинение и сторона защиты с подсудимым. Задача суда соблюсти равноправие сторон, что в нашем деле мы конкретно увидели. То есть, это законная функция суда была, и, то есть, я считаю, это решение полноценно законом, и я на протяжении всего этого времени знал нашу правду, и всегда надеялись, что так оно и будет. Галина Васильевна, ваши пожелания жителям региона, это что значит, все равно вот засыпая каждый раз вместо Достоевского читать уголовный кодекс, как себя вести в этой ситуации вдруг такое когда-то случится. Что делать-то? Если вот у нас хорошо решение, надеемся, что решение будет заселено, дальше, что делать людям, которые оказались в такой ситуации? Вот, я понимаю, первоначально звонить в полицию, но есть ли уже, вот нету, не подпирают время? Закон позволяет действовать и защищаться всеми теми способами и средствами, которые не запрещены законом. В данной ситуации, исходя из конкретных ситуаций, дай Бог, чтобы никто в таких ситуациях не оказался. И не по своей инициативе, не провокаторов каких-то. Думаю, что люди, они же должны понять, вот Саша, да, такой приговор, но ему уже всю жизнь все равно придется жить и помнить о том, что от его рук люди умерли. Это крест на всю жизнь. Это крест на всю жизнь. Так пусть все тоже те, которые подумают, чтобы не оказался ни тот, ни другой, ни та, ни другая сторона в таких ситуациях. Ребята, я вас еще раз поздравляю. Дочка подросла, узнала, Саша? Узнала, вообще, ну, и... Четыре с половиной годика, да, Вероника? Да, и не отходит. И, безусловно, я просматриваю, что она теперь боится меня отпускать и думает, что я снова уведу в такую командировку. А, официально папа был в командировке? Да. Да? Что ж, я желаю, вы, люди, которые живете на земле, у вас очень много дел, таких хороших дел. Землю возрождать, копать, сажать, дорожать, собирать. Меня тоже спрашивают, хотели бы вы переехать? Нет, не хочу. Я прям люблю свой дом, люблю свой участок, вообще выросла там. И я вам желаю, чтобы в мире как-то по-прежнему, я не знаю, найдете ли вы общий язык, не найдете потерпевший общий язык, но, но, тем не менее, здоровья вам, терпения, и я, конечно же, желаю, чтобы приговор... Успехов в предстоящей борьбе, отстаивать приговор в мобилииации. Спасибо огромное, будьте здоровы. Всего доброго, до свидания. Спасибо.